Друзья, сейчас я хочу поделиться с вами опытом сознательных гений и теми условиями, которые благоприятствуют такому опыту. Дело в том, что такой опыт может прийти совершенно случайно. То есть человек может начитаться каких-то интересных книжек и если его воображение будет направлено в определенном русле, может такое произойти. То есть человек во сне может осознать, увидеть свои руки, тело и осознать, что вот его тело где-то спит, а он находится в сновидении и в принципе имеет такое же тело, как и в реальной жизни. То есть оно такое же твердое, но сам опыт по себе является личным делом каждого человека и поэтому каждый воспринимает само слово сознательность по-своему. То есть сознательность, я имею в виду, это когда полностью человек знает, что он вот сейчас находится во сне, где-то его тело спит, а он сейчас может делать все, что хочет. определенные опыты, куда-то пойти, куда-то переместиться, с кем-то встретиться и этот опыт как бы является помощником только в том случае, когда человек подготовлен определенной системой. То есть очень давно люди занимаются этим вопросом, это основополагающий, так сказать, человеческий фактор, когда человек желает знать, кто он, как он существует. И очень давно, очень многие тысячелетиями практиковали различные там практики, религиозные, когда еще не было ни современных рейн, ничего не было, уже практики имели место и, так сказать, передавал опыт техник этих практик, передавался из поколения в поколение, потому что где-то обрывалось, где-то снова возрождалось. И таким образом система мироздания словами, так сказать, видением древних, мироздания человека, вообще живых существ, она выглядит примерно так же, как компьютеризация, как интернетизация нашего общества. То есть человек идет по пути того, что он моделирует систему своего сознания с помощью каких-то новшеств, с помощью интернета, с помощью компьютера, пытается воссоздать мозг человеческий. В общем, то, что не нужно для человека, это абстракция. То есть такое как бы не нужно для человека и является только предметом какого-то искусства, как рисунок обезьяны, допустим. Люди придумывают кран, подъемные краны или какие-то рычаги, чтобы, моделируя механизм руки, люди придумывают телефон для того, чтобы смоделировать функцию передачи голосовой связи. То есть все это нужно. Так вот, модель видение древнего мироздания нашего, оно выглядело примерно так, что существует физический мир твердых предметов и твердых разных предметов. То есть физический мир в нашем понимании. Существует информационный мир и существует пространство, чистое пространство. То есть до сих пор во многих, во многих школах это, это называют тремя драгоценностями. То есть называют немножко иначе архаическим языком, но это не имеет большого значения. То есть если говорить о сновидениях, то сновидения это, так сказать, как раз второй, второй пункт их видения. То есть физический мир, информационный мир и пространство. Чистое пространство, в котором перемещается информация и даже пронизана вся физика. То есть есть еще момент очень философский, как может показаться философским. Вот есть такое понятие большое в мало, мало в большом. То есть понятие пространства у древних включалось в себе как пространство вселенское, которое огромное, в котором находятся наша Земля, все планеты, все звезды. И также пространство межатомное. То есть уменьшение уменьшение под микроскопом, посмотреть на любой предмет и мы увидим, что между атомами, между электронами есть то же самое пространство, которое есть и между планетами. То есть получается так, что пространство пронизывает все две другие, как бы, ах, на нем все держится и физика и информационное поле. То есть получается, что сновидение это как раз элемент информационного поля, когда мы, информационного пространства, сори, когда мы попадаем в сновидение, это мы попадаем в пространство информационное. Оно не ограничено каким-то километрами. Оно бесконечно. Так же, как и чистое пространство. Единственное, что информационное пространство, оно ограничено своим, оно имеет, есть выход из этого информационного пространства. И, но этот выход настолько тонок, но он, как бы, этот вход находится, так называемая, туннель называемый, туннель, который там в посмертных видениях видит, он находится в сфере сексуальных эмоций. То есть, когда человек дойдет до момента, ну, назовем, на примере покажем так, что у древних было так, что этот туннель охраняют женские сущности. То есть, если ты настолько сознательно, что не заинтересуешься этими сущностями, которые будут танцевать, раздеваться перед тобой, а, как бы, устоишь перед этим искушением, тогда ты можешь попасть, выйти из информационного поля и попасть в бесконечное пространство, так называемое, называется нирвана. То есть, там, где небо не имеет ограничений ни вверху, ни внизу, нигде. Так вот, именно сновидения являются, как бы, шажком к тому, к осознанию всей фантасмагории нашей жизни. Мы имеем ограниченное впечатление и опыт ограничений. То есть, работаем, растим детей, социально адаптированные, но есть сон. Никто не обращает на него внимания, а если обращают, это, как бы, не поощряется, потому что нужно работать, а если найдется достаточное количество сумасшедших людей, которые начнут заниматься лишь изучением человека по знаниям, то кто будет работать, да? Ну, это все глупости и ерунда, потому что работать всегда кому найдется? А таких, которые заинтересуются вообще фантасмагорией, захотят понять всю суть мироздания, которую, в принципе, до конца так никто, видимо, не сможет понять, но определенные аспекты до определенного уровня, в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы можем, человеческое общество уже имеет опыт нирваны, опыт просветления, опыт сознательности во снах. Ведь не все же должны постоянно в своих снах барахтаться, убегать, что-то делать, смотреть. Это как на кино, как будто мы несознательные пешки, что-то творится. Если осознательно, мне бабушка говорила, если ты от кого-то убегаешь, найди в себе силы, остановись, повернись и спроси у своего страха, кто ты. Этот страх ищи. То есть это говорит о том, что бабушка имела опыт такой, прошла всю войну, много детей имела, но она имеет опыт чисто народный. То есть это тот, который, народная мудрость, которая веками, тысячелетиями передавалась из поколения в поколение, и которую коммунизм притупил идеями определенными, религии, притупили своим влиянием и шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо в познаниях, это сумасшедший дом или же ад, сатана, бог знает кто. Это все, как бы сказать, личностное. То есть люди, самые хорошие люди, внутри у них сидит, если они имеют животное тело, нормальное наше тело, у них сидит животный аспект. Если сознание не будет сознательно до конца, этот животный аспект всегда будет проявляться в злости, зависти, ревности, страхах. И только лишь осознание всего мироздания человечества может просто-напросто распустить все страхи и сомнения. Это очень трудные и недостижимые, и цели, так сказать, в нашей жизни недостижимые. Это даже я не верю, что кто-то, если по счастливой случайности, может этот опыт реализовать. Но чем черт не шутить? Я могу еще, еще пару слов скажу о своем опыте, да? То есть часто это было довольно давно, когда я имел много свободного времени, когда я был моряком дальнего плавания и находился в больших переходах в каюту, очень много времени отдыхал, спал, нечего было делать, работал и спал. То есть именно тогда научился изначально чувствовать себя как бы большой птицей-лебедем и перед сном подымался в небо, иногда боялся проводов. Самые нехорошие и страшные вещи – это провода. Всегда старался подняться как можно выше. Потом это как бы все делалось с помощью рук, отталкивания. Потом, рассмотрев мифологию греческую, увидел, что есть такие сапожки с крылышками некоторых. И придумал себе, что центр движения, отталкивания может быть и на ногах. Тоже получилось. То есть старался всегда забраться как можно выше, но к взлетам так и не получилось улететь. Но полетать между домами, поиграться до момента, пока не войдешь в обычный сон, в общем всегда получалось. Где-то пять ночей в неделю я как бы летал. Научился летать и летал сознательно, входил и сразу же летал. Из них где-то два, две ночи – это было совершенно осознанно. Иногда более, иногда менее, иногда на минуту, пока не заиграешься во сне и не войдешь в обычный сон. Но это был очень хороший и интересный опыт, который показывал, что жизнь во сне, в информационном поле. Так же возможно. Многие христианские товарищи говорят, что это от сатаны, это от лукавого. Я вам скажу, что моральные качества, конечно, должны быть. Но можно попасть в сумасшедший дом. Но если у вас есть опора или уже хорошие друзья, которые носом в реальность всегда могут макнуть, значит ничего не страшно. То есть все возможно в этой жизни и абсолютно без фанатизма какого-то религиозного. Просто познание мира, как глазами ученого. То есть ученый не выбирает, вот это моя религия, вот это мое мнение, вот это самое. Он собирает мнение. Есть время накопления информации. И это время используется так, что рассматривается каждое мнение. И оно не относится хорошее, оно и плохое. Оно есть. Это позиция ученого. И только так можно добиться цели. Это все, что я сейчас хотел сказать. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова